Эти два дома застройщик Владимир Папазян возвел без разрешения. Иск о сносе администрация города подала еще на стадии фундамента. Обеспечительные меры судом были наложены, но пока продолжались судебные разбирательства, а на это ушел практически год, застройщик успел построить два пятиэтажных дома. В данном случае разрешения не было вообще, поэтому он был выявлен уже на стадии фундамента. Сейчас лицом заявляется намерение сносить самостоятельно. А фактически он еще к сносу не приступил. Ожидаем, что он до конца этой недели уже приступит к фактическому сносу. В противном случае уже в понедельник организация, которой переуступлено право сносить объект, приступит к сносу. Здесь площадь застройки предусматривает лишь частный дом. Но по факту сама Волка с видом на стадион Фишт площадью полторы тысячи квадратных метров. Сейчас объект под пристальным контролем судебных приставов. Сегодня должен был осуществляться снос в 9 утра, но так как заключено мировое соглашение, между строительной организацией и должником, снос пока именно с сегодняшнего дня приостановлен. Но служба приставов сегодня также продолжает контролировать. И данное производство не будет окончено до тех пор, пока данный объект не будет снесен полностью и не будет вывезен мусор. В случае, если объект сносит подрядчик, работы по демонтажу все равно оплачивает сам застройщик. Но это не самая большая потеря. Отказавшись сносить своими силами, застройщик лишается земельного участка. Владимир Суренович строил этот дом, честно говоря, я не знаю, для чего именно. Для своих нужд, либо для продажи, ну, навряд ли для продажи, скорее всего, для своих. Судом принято решение, что дом нужно снести. Владимир Суренович заключил договор 29 мая с организацией по сносу. И сам будет сносить этот дом сейчас, чтобы эту землю не забрали у него. Времени на снос у застройщика немного, буквально до конца недели. В случае бездействия уже в понедельник сюда снова наведаются судебные приставы, но уже в компании рабочих и со строительной техникой. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.